С принудительной физкультурой жители дома 283 по улице Калинина давно смирились. Лифт в их доме не работал на протяжении 20 лет. Каждый день до своих квартир жильцам девятиэтажки приходилось подниматься пешком. Теперь, благодаря городской программе по замене лифтов, эти неудобства остались для них в прошлом. Данный объект был включен в программу содержания муниципального жилищного фонда по замене лифтов. Эта программа предусматривает участие бюджета 70% и 30% собственников жилья. По словам рабочих, шахта была в непригодном состоянии, поэтому сначала специалистам пришлось провести множество работ по восстановлению и ремонту шахты лифта и только потом приступить к монтажу нового оборудования. Шахта, повторюсь, была сетчатого типа, сопряженная с мусоропроводом, поэтому пришлось отделять полностью мусоропровод от шахты лифта, выкладывать две новых стены сверху донизу. Ну и, соответственно, вот этот объем работы, он, конечно, колоссальный для такого типа лифтов. Сегодня новый лифт сдан и введен в эксплуатацию. Он отвечает всем требованиям безопасности, кроме того, кабина с антимандальным покрытием. Тем временем и в других многоэтажках Владивостока сейчас активно продолжаются работы по установке новых лифтов, ремонту крыш, фасадов, системы водоснабжения и электроэнергии. В числе последних адресов, где побывали с инспекцией сотрудники управления содержания жилищного фонда, дом номер 17 по улице Гомарника. Здесь работы по ремонту фасада уже на завершающем этапе. Работы были выполнены по герметизации швов межпанельных, вертикальных и горизонтальных. Частично швы были вскрыты с заменой прокладок. Весь фасад был покрыт клеетвердеющими составами с покрытием праймером, антигрибковыми и антистрессовыми составами. Кстати, цветовую гамму своего дома выбрали сами жители. Изначально по экскизному проекту выкрасить его планировали в другой цвет, но подрядчики прислушались к мнению жильцов и выделили входные группы подъездов другим цветом. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.